Дистанционный обучение В среднем 90% списочного состава класса постоянно в онлайне. Детям нравится формат занятий. Сейчас это называется стрим. То есть когда учитель объясняет, дети в общий чат пишут вопросы, либо голосом могут их задавать. И тут же получают на них ответы и комментарии. В ходе проведения урока мы можем использовать не только белую доску, как обычно, и, скажем так, письменный вот, но можем показывать презентации, видеоролики, а также вызывать учеников к доске. Все очень просто. Учитель пишет что-то на доске, например, какой-то пример, ставит знак «равно», нажимает кнопочку мультипользовательского режима, у детей появляется доступ к этой доске, они могут либо мышкой, либо с помощью графического планшета вписать информацию. И таким образом мы можем и вызывать учеников к доске, и спрашивать их устно, то есть попросив включить камеру и микрофон. То есть мы видим, кто нам отвечает. И оценки ставите? Конечно. Я это подтверждаю, потому что моя дочь как раз является ученицей данного центра, и как раз ее буквально недавно вызвали к доске по литературе, и она получила пять. И при этом отмазка «Дневник дома забыл» уже не прокатится. В принципе, да. Более того, все участники чата в реальном времени производится мониторинг их присутствия на уроке. То есть если ребенок, переключив вкладочку в браузере, мы видим, что он попадает в статус вне сети, и мы можем как бы голосом призвать его обратно на урок и сказать о том, что мы заметили. А у меня компьютер завис, конечно. Мы не наказываем за это. Мы просто обращаем внимание, что мы видим, что ребенок сейчас не с нами. А вот эти 10%, которые не принимают, к какой причине? Значит, у нас, смотрите, система состоит как бы из двух уровней. Верхний уровень, это, собственно, онлайн-уроки, они подразумевают достаточно хорошее качество связи у детей, учеников, родителей. То есть наш сервис развернут полностью. То есть технически мы можем принимать до 100 соединений единомоментно. Значит, видеосервер у нас работает хорошо. Но если слабый интернет, то ребенок просто не может попасть. Картинка не успеет прогружаться. Поэтому мы с такими детьми работаем на втором уровне системы, останавливаясь на файлообменном сервисе. Дети могут, имеют возможность скачивать материалы. Они имеют возможность посмотреть постфактум этот урок. Они имеют возможность загрузить нам адрес на результат домашней работы. То есть и получить оценку за него. Все, да? Да. Да, даже люди, находящиеся где-то в деревнях со слабым интернетом. Наш файлообменный сервис, он имеет очень низкие требования по трафику и работает прекрасно. Мы расширили, скажем так, его доступность в плане интернета. То есть в первый день у нас, скажем так, немножко подвисал, но мы решили эту проблему. И сейчас все работает отлично. Просто когда тоже пошла вся эта тема с дистанционным обучением, мне лично задавали вопросы. Родители говорят, а у меня двое, а у меня трое, а компьютер один. Естественно, никто не станет ради этого, а у второй, третий покупать. То есть они сразу, ну у меня все дети учатся в одну смену. И что мне делать, как мне делить между ними компьютер? То есть есть тоже такая проблема. Как вот это решается? Как правило, сейчас у всех детей есть смартфоны. Ну, у всех. Ну, хорошо, я говорю как правило. Как правило. Наша система, она достаточно, она не требовательна к ресурсам конечного пользователя. То есть она работает и на слабеньких компьютерах, и на слабеньких смартфонах. Единственное требование – это установить интернет-браузер, Google или Chrome. На них она работает стабильнее. Это связано с некоторыми техническими особенностями. Если данный интернет-браузер установлен, то больше никакого специального программного обеспечения не нужно. Все работает в окошке браузера. И, в принципе, достаточно хорошо. Ребенок может и посмотреть урок, ребенок может написать домашнее задание, телефоном его сфотографировать и одной кнопочкой отправить нам в систему. А есть те, кто вообще в отказ пошли, а у меня нет, не знаю, смартфона? Или таких случаев не было? Вы знаете, пока я о таких случаях не знаю. Это организационный момент, который решает на своем уровне классный руководитель. Скажем так, я касаюсь больше организации учебного процесса и эксплуатации этой системы. До меня такие вопросы не доходят. Катерина Андреевна, а у Вас в Вашей школе как встают дела? Ну, в нашей школе, во-первых, за неделю где-то до начала дистанционного образования, когда была объявлена нерабочая неделя, канику, нам прислали памятки об организации дистанционного обучения. И в этих памятках говорилось, что учитель сам выбирает себе педагогический такой путь, которым он может воспользоваться. Кто-то из учителей выбрал режим онлайн-работы, другие учителя предпочли более традиционные методы записи видеороликов и так далее. Я выбрала сразу несколько. Почему я взяла несколько вариантов работы? Потому что у каждого ребенка, у каждого класса есть своя специфика. Например, у меня большой разброс. Я работаю в пятой параллели, в шестой и в одиннадцатой. Соответственно, дети в одиннадцатой параллели, они все 100% имеют, в нашей, во всяком случае, школе, имеют смартфоны, через которые они могут работать. Соответственно, с ними я могу проводить онлайн-уроки, используя платформу «Инфоурок». Там они открыли онлайн-школу, которой может воспользоваться педагог для дистанционного обучения. Мы там проводим онлайн-занятия в удобное для нас время. То есть и детей время я тоже учитываю. А в пятых и шестых классах очень тяжело организовать именно онлайн-обучение, потому что, к сожалению, где-то 50% детей сейчас находятся за пределами города, во-первых. А во-вторых, без доступа к интернету, такого устойчивого доступа к интернету постоянного. И, соответственно, я здесь вышла из положения как? Я записываю видеоразборы уроков, то есть показываю презентацию, записываю видео, где я сама рассказываю о том, что мы должны пройти тему нашего урока. И после этого я выкладываю ее на YouTube. YouTube пользуются все дети, за редким-редким исключением. И даю ссылку в родительские чаты, либо через классного руководителя, либо через сайт «Дневник.ру», которым наша школа тоже пользуется. Дети в удобное для них время или во время, когда у них есть доступ к интернету или к компьютеру, просматривают эти видеоуроки, отвечают на вопросы, которые я даю к этому видеоуроку, делают кратенький конспект и, соответственно, домашнее задание. Длительность этих уроков не более 25 минут по СанПину. И ребенок может остановить в какой-то момент, если он что-то не успевает записать. Может где-то промотать, если он эту тему, мы повторяем, а он ее хорошо помнит. То есть у него есть какая-то более свобода действия повышенная. Ну и третий способ работы, который я выбрала, это лабораторные в домашних условиях. Как сразу лабораторные в домашних условиях? Ну, я долго думала, как я выполню свое обещание детям. А я им обещала о том, что в май месяц, когда у нас будет повторение пройденного материала, мы будем проводить много лабораторных работ с микроскопом и изучать фауну и флору. То есть, соответственно, животный и растительный мир, водоемов ближайших. Когда я узнала о том, что мы переходим на дистанционное обучение, и приходит к нам режим самоизоляции, я заранее посетила несколько водоемов, которые находятся либо в черте города Тверь, либо немножко за городом, и собрала образцы, которые можно рассматривать под микроскопом. В школе? Откуда собрала, да? Нет, кого? А, кого? Ну, образцы воды, а там много кто. В зависимости от того, где я его собирала. Например, в Волге очень много всяких разнообразных инфузорий водится, как оказалось. Вот. И в школе я попросила микроскоп и графический планшет. Мне оборудование предоставили. При помощи этого оборудования я провожу онлайн-трансляции через «Контакт». Потому что «Контакт» — это такая распространенная среди детей соцсеть. И, соответственно, очень большой процент пятых и шестых классов именно эту соцсеть уже успели в ней зарегистрироваться и могут смотреть трансляции. По цепочке детей очень быстро пошла весть об этих трансляциях. И ко мне начали добавляться в друзья родители, если у ребенка нет контакта. Либо сами дети. И мы проводим практически каждый день. Изучаем какие-то либо новые объекты, либо новый образец вообще из другого какого-то места. Детям очень нравится. Они могут задавать вопросы. Я на них отвечаю. Я тоже задаю вопросы. Мы сразу и повторяем пройденный материал. Потому что мы это все уже успели пройти в пятых и шестых классах. Программа у нас завершается концом апреля. То есть мы на дистанционном образовании не сильно пострадали. Потому что пятый и шестой класс биология уже подходит официальная часть до конца. И дальше идет повторение. Поэтому это для нас такой и веселый, и в то же время действенный способ повторения материала. Так как физически-то? Вот я его слушаю. Ну, подожди, у вас микроскоп. Я сижу по ту сторону экрана, что называется. Я беру телефон. Открываю трансляцию. Делаю ей открытый доступ. То есть любой человек, который у меня в друзьях находится, он может просмотреть эту трансляцию. И после этого камеру телефона я подношу к окуляру микроскопа. И придерживая, чтобы не тряслось изображение, провожу трансляцию. Мне здесь выскакивают их комментарии. Я могу второй рукой подвигать микропрепараты, посмотреть в других частях, какие-то другие объекты, объяснить и рассказать. Я им рассказываю, я им задаю вопросы. Они отвечают, задают свои вопросы. Ему вот так вот проходит обсуждение. Дечим очень нравится. Какая реакция была первой? Первая реакция была шока. И после первой трансляции меня просто завалили сообщения о том, когда будет следующая трансляция. А делайте почаще. А мы хотим увидеть еще. А кто еще может обитать в Волге. Мы даже не знали, что в Волге это может жить. Потому что что мы только не нашли. А что нашли такого интересного? Ну, во-первых, ну, как инфузории мы уже разобрались, да, сказали. Потом очень много бактерий, всякие спирохеты, бациллы плавают. Прям кишмит им. Ну, кишит, кишит. Кишит бактерий. Не отомьете у школьников. А и не нужно в Волге купаться. Вот, то есть, главное, мораль, да? Да. Вот, и потом всякие черви, опять же, и круглые черви, очень много круглых червей. И ресничные черви, и растительноядные, и хищные, всякие интересные. То есть, ну, посмотреть, конечно, есть что. Циклопы, калавратки. Ну, может быть, дети сейчас вот, если смотрят, да, добавляют еще кого-то. Я, может быть, уже запамятила, так сказать. Потому что трансляции мы провели уже порядка семи за вот эти десять дней, как вышли на дистанционное образование. И для детей всегда последний вопрос в конце, когда я прощаюсь, это когда следующее. А вы напишите нам, когда будет следующее, чтобы мы не пропустили. Но если они пропускают, естественно, я сохраняю это видео, и они могут его потом посмотреть. Или те дети, которые опоздали к началу трансляции, они потом просматривают начало видео там. И могут тоже познакомиться с теми, с кем мы вот обсуждали до их прихода. Количество просмотров какое-то? Ну, количество просмотров в среднем около пятиста на каждом видео. Но есть и наиболее популярные. Например, из Волги почему-то детей очень заинтересовало. Там больше семиста просмотров. Но это учитывая, что у меня объем друзей всего где-то около четырехсот. То есть дети, они не просто смотрят, они еще пересматривают, потом показывают своим друзьям, родителям, пересылают по цепочке. То есть потом я узнаю о том, что ко мне добавляются в друзья родители каких-то учеников, говорят, что мы хотим добавиться в друзья, чтобы мой сын тоже мог смотреть. Но не только дети смотрят. Смотрят на самом деле и учителя, смотрят родители, смотрят просто мои знакомые. Всем очень нравится. Я считаю, что это такой интересный способ не только провести досуг, но и получить какие-то знания и обновить их. Как один из вариантов. Скажите, а у вас на встрече ВКонтакте эти уроки можно посмотреть? Да, можно. Я все их сохраняю. Сейчас может кто-то увидит, телезрители, школьники, всем стало. Мне интересно стало. Можно, конечно. Все видеоролики сохранены. И они есть в открытом доступе. И мне тут поступило предложение о том, что нужно поделиться таким опытом не только с моей школой, с моими учениками, но и с возможностью доступа любого ученика города Твери. Я создала группу и буду вести трансляцию от имени этой группы. Ссылку на группу я предоставлю в управление образования, и она будет передана в остальные школы Твери. Если у кого-то есть желание, они могут присоединиться. Там будет график трансляции выложен, когда я буду выходить, и что мы будем изучать. Они могут присоединиться и посмотреть. Не боитесь сорвать уроки биологии в других школах? Это будет внеурочное время. Я обычно провожу трансляции где-то в 7 вечера. Почему такое время? Потому что дети, большинство детей привыкло к такому очень быстрому темпу жизни. То есть они приходят со школы, делают уроки, потом уходят на какие-то дополнительные задания, занятия. И для них дистанционка – это еще и стресс в том плане, что не просто сидеть дома, но еще и они потеряли свое хобби во многом. Многие дети не имеют возможности приходить на баскетбол или на волейбол, еще какие-то активные игры. И вечером они начинают просто скучать. И это такой способ их тоже подбодрить. То есть изначально я вышла туда, просто сказала, что дети, я хочу вас подбодрить, что мы все в одной ситуации, все находимся дома. И хотелось бы, чтобы было повеселее и вам, и мне. И, надеюсь, мы скоро встретимся. Я до сих пор надеюсь, что мы успеем встретиться и посмотреть это не только онлайн, но и, конечно, живу. Когда следующий урок-то будет? Следующий урок? Ну, обычно я планирую где-то за день и сообщаю детям. Сегодня, наверное, все-таки нет, но завтра точно. А что будете рассматривать? У меня есть интересный образец, где из болота. Как когда же вы успели в болото залезть? У меня, я говорю, я специально съездила и набрала много образцов. Все у меня стоит на подоконнике, ждет своего часа. И есть вот образец, где много интересных личинок, личинок комаров. Мы уже одну личинку комара видели в воде из Вологи, но там другие явно. Вот будем рассматривать их, я думаю, в следующий раз. В контексте нынешней ситуации, всем было бы интересно, если бы вы рассмотрели коронавирус, как он выглядит на самом деле. И правда ли он коронавразной формы? Я бы с удовольствием попыталась это сделать, но, во-первых, нельзя. Во-вторых, мощность микроскопа, она не позволяет изучить строение вирусов. Микроскопы — это увеличение в 200-300 раз, а вирусы, они совсем микроскопические. А у нас еще будет короткий перерыв, микроскопические буквально по меркам телевидения, а потом продолжим. Так, мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Говорим о том, как идет дистанционное обучение уже по факту в школах Твери. Много чего интересного узнали. Есть продвинутые школы типа Брусиловска, где вообще имеют замечательные технические возможности. Есть педагоги-новаторы, которые позволяют в микроскоп заглянуть детям, которые сидят по домам. Анатолия Владимировна, собирается как-то, правда, замечательный опыт тиражировать? Ведь в чем проблема микроскоп? Я думаю, в каждой школе есть смартфон, тоже ведь можно сказать, делай как я. Это как раз история о том, что дистанционное обучение — это не только области для улучшения, но и положительные практики. Когда я увидела эту положительную практику через сюжет на телевидении, я сама даже не могла представить, что так можно организовать работу из дома, лабораторную работу. Конечно, захотелось пригласить сюда Екатерину Андреевну поделиться этой практикой. Конечно, это нужно обобщать. Этим нужно делиться. Конечно, нужно тиражировать. И если педагоги этот формат принимают, у них есть технические условия, у них есть желание. Конечно, это та практика, которая должна быть тиражирована. Должна быть, я понимаю, когда. Вот ученики смотрят, когда и в нашей школе номер, не знаю, 18, 19, 20. Мы тоже заглянем через микроскоп онлайн. Ну, я думаю, что мы сейчас, наверное, всей страной не можем сказать, что будет на следующей неделе. Ну, это сложно, Экатерина Андреевна, или сложно? Ну, есть некоторые... Ну, я понимаю, надо в болот сначала залезть, там, фузырю, туфельку выловить, там. Нужно на где брать, это, во-первых. Ну, посоветовать педагогам и коллегам. Нужно на определенную базу знаний самого педагога, именно в таких микроскопических объектах, которые зачастую в университетах не проходят с учителями. А вы проходили? Я за ООО по образованию, да, и поэтому у меня чуть больше знаний, которые я могу представить. Экатерина Андреевна обобщит свой опыт, расскажет основные базовые моменты и представит, и коллеги возьмут на вооружение. Так там уже, может, эпидемия кончится. Надо сейчас. Надо сейчас. Крусть железа, пока оно горячо, пока инфузориваются. Пока учителя не присоединились, у любой ребенок может... Не писали, а никто из коллег. Из коллег. Да, ну, хочу тоже научить. Ну, я... коллеги заходят, смотрят. Смотрят, что ли? Трансляция, там, комментируют, какие-то вопросы тоже сдают, либо что-то интересное увидят, тоже, как бы, на заметку ставят. Так надо не просто ставить коллеги, а то, ну, Ксения Андреевна, у вас всех учеников ведет. Все будут в школу гордо смотреть урок биологии школы номер 46. Ну, что ж, понятно, более-менее, Наталья Алексеевна, а теперь вы. Вы у нас единственная здесь представитель дошкольного образования. Скажите вообще, как вот ваш сад конкретно функционирует в режиме вот распространения коронавируса? Ну, у нас, конечно, не так глобально, как у моих коллег из школы, но мы стараемся для тех деток, которые сейчас ходят в дежурную группу, создать те же условия полноценного образования. А как работает дежурная группа? Это группа до 12 человек. Вот расскажите. Группа до 12 человек, создана одна на детский сад для родителей. А почему до 12? Потому что по СанПИНу так положено и в условиях коронавируса. И, естественно, и с горячим питанием, и с воспитателями, которые проводят образовательный полноценный процесс, и с прогулками, и с наблюдениями. А если количество родителей, которые скажут, мы тоже работаем, нам детей некуда деть, будет больше, чем 12, об этом мы поговорим буквально через минуту. У нас телефонный звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела бы узнать, для чего вводят в детских садах дежурные группы? Для того, чтобы было больше распространения? Или наших маленьких детей не жалко? Наталья Владимировна, вам в пору ответить. Здравствуйте. Я отвечу на ваш вопрос. Дежурные группы вводятся в детских садах для того, чтобы дать возможность родителям оставить ребенка в тех семьях, где просто не с кем оставить в данный момент. А нужно работать и маме, и папе. Поэтому здесь задача, конечно, дать возможность родителю ребенка оставить под присмотром. В каких? Во всех садах дежурные группы есть? Вот сегодня, могу сказать статистику по сегодня. На сегодня, на 13 апреля. В 70 детских садах. Из? Из 86. Почему не во всех? Почему не во всех заявления родителей? То есть, с чего начинается родина, в данном случае, детский сад? С должны родители сказать? Мы хотим, нам нужна дежурная группа. Конечно. На основании заявления родителя ребенок зачисляется в дежурную группу. Есть какой-то минимальный порог? Допустим, хотя бы 5 родителей. Ну, грубо говоря, 5 детей должны образиться, или 12. Или ради одного? Роман, и один. За период ограничительных мер не было ни одного дня, чтобы в детских садах города Твери не работали дежурные группы. Дежурные группы работали всегда. И в подавляющем большинстве с одним ребенком. Даже ради одного ребенка? Ради одного ребенка. Вот я статистику-то не до конца озвучила. В 70 детских садах группы полного дня. В 14 детских садах у нас, соответственно, группы кратковременного пребывания. Это 5 часов. Это с 8 до час? Это, да, без организации горячего питания. А в 70 с горячим питанием. Нет, я понимаю, а вот как родитель отвел, а что ему в час дня срываться с работы и ехать, забираться? Ну, значит, родители устраивают такой режим. А, то есть это, опять-таки, родители с ними согласованы. То есть, если они скажут, а я не могу, я работаю полноценный рабочий день, то в этом саду группа будет уже полноценна. Будет открыта группа полного дня на 12 часов. С горячим питанием? С горячим питанием. Просто, когда только все это дело началось, сотрудники детских садов обеспокоились, что детские сады, как мы организуем горячее питание, когда всем закрыли работу, и кейтеринг компаниям тоже. То есть, они говорят, мы бы и рады кормить, только фирма, с которой с нами сотрудничает, она сказала, а мы закрываемся. Как в этой связи удалось организовать это? Ну, в данном случае, как раз предприятия, организующие питание, попадают в число тех предприятий, для которых работа разрешена. То есть, проблем не было такого, что вам позвонили с кого-то детский сад, сказали, а мы не можем кормить горячим. Каких проблем не было? Вот, самое главное. Хорошо, прекрасно, Анна Талик, продолжим ваш замещать детский сад. Итак, дежурная группа у вас тоже есть, 12 человек, я вас тоже спросил, а если родителей наберется больше, там, скажем, 14 детей, скажут, ну, допустим. Ну, я так думаю, что это уже на усмотрение руководителя будет, а уже воспитатели, конечно, будут выходить и работать с теми детьми, которые есть. Ну, потому что, сами знаете, список профессий, которые должны работать, он довольно обширен. Это не только там, я не знаю, там, сотрудники, там, городадминистрации, вот вы. Это медики и военные, таких семей полно, где мама врач, а он военный, они оба должны работать. Это все правоохранительные органы, это много кто, сотрудники коммунальных служб. То есть, я к чему, просто мне кажется, это больше, чем в каждом саду наберется 12 детей, потому что очень многим надо. А сейчас слышали, губернатор послабления сделал, и еще большее количество всех предприятий открывается, вагонзавод тот же самый. И я думаю, дежурная группа это очень востребляет. Вы знаете, я хочу сказать, что в моей группе есть родители, которые работают и на вагонзаводе, и в полиции, и в пожарной части, которые имеют право на это. Но они, скажем так, поступили грамотно в этой ситуации и нашли возможность самоизолироваться. У них есть бабушки, дедушки, тетушки. Ну, это-то понятно, да, но мы говорим, дежурная группа для тех, у кого нет в этом городе ни бабушек, ни тетушек. Вот в чем дело. Но вот для этого мы создали дежурную группу. Вот в 70 детских садах на полный день сегодня у нас привели 718 ребятишек. А, соответственно, в группы кратковременного пребывания 55 детей. Вот потребность. Наталья Алексеевна, дальше. Как у вас организуется процесс? Вот вы говорите, у вас дежурная группа работает. Хорошо, понятно. А те, кто не ходит в дежурную группу? Те, кто не ходит в дежурную группу, во-первых, все воспитатели детских садов получили памятки от старшего методиста города. Как организовать данный процесс? Я, в свою очередь, создала отдельную от информационной группу, которая назвала «Детский сад у вас дома». И мы... Как это вы, где создали? Тоже вайбере. А, вайбере. Вайбере. Да. И таким образом мы общаемся и с детками, и с родителями. Но давайте начнем с того, что функция сама детского сада – это не нагрузить детей и родителей еще больше в нынешних условиях, да, а именно их разгрузить. Поэтому наше общение и с детьми, и с родителями носит такой позитивный настрой. Мы даем какие-то задания, которые приносили бы ребенку и радость. Они должны быть понятны и для ребенка, и для родителя. Но, допустим, поскольку у нас сейчас идет космическая неделя, все наши опыты, все наши занятия будут посвящены, допустим, этой же тематике. Ну, например, какую? Аппликация. Моя напарница вот сделала подробный фотоотчет, что вы можете сделать со своими детьми. Ну, то есть... И получили обратную связь. Вы родителям рассылаете что, файл какой-то, аудио, ой, видео или фото? Аудио, видео, конечно. Буквально минута-две, этого достаточно. Допустим, сегодня мы начали наше утро с космической зарядки. Моя напарница следует через... В том фильме «Космический завтрак» у нас все серьезно, конечно. Следом, минут через 15, моя напарница Мария Владимировна уже прислала пальчиковую гимнастику, чтобы шел именно полноценный процесс по физическому развитию. Сегодня у нас по плану музыкальное занятие. А музыкальное-то как? А вот музыкальное, мы с ними, во-первых, вспомним те музыкальные предметы, которые они уже знают, и сделаем космический музыкальный инструмент, который, я думаю, поразит их воображение и их родители. Так что, если меня видят мои ребята, то заходите, скоро будет интересно. А это опять-таки, вот как в режиме вашего коллеги с брусью, то есть это что, нужно компьютер иметь, камеру? Нет, я использую свой телефон, записываю мини-ролик, я скачала приложение «Эффектум», где я могу изменять голоса, делать какие-то эффекты. Если у того же в ленте потеряется в Вайбере мое сообщение, видео, какой-то материал, я выкладываю его в Инстаграм, для того, чтобы вы могли посмотреть не только мои родители, но и поделиться с педагогами. На своей странице, опять-таки, в Инстаграм? Да, на своей странице, да, открытой странице. То есть, а вы тоже используете соцсети, ВКонтакт, то же самое? Конечно. То есть, можно ВКонтакте все это посмотреть? ВКонтакте нет, он у меня закрыт, но Инстаграм, да, я делюсь своим опытом именно там. Угу. А опять-таки, не было жалоб страны родителей, что там технически, там интернет опять подвисает, или вот без проблем? Вы знаете, у нас такой маленький масштаб этих видео и файлов, что ни у кого не возникает никаких проблем именно со связью. И мы получаем очень хорошую, позитивную обратную связь, когда родители высылают фотографии или видео, то, как они занимаются той же зарядкой, или как они делают аппликацию, конечно. А при этом у них находится? Ведь самоизоляция, многие работодатели ведь сейчас говорят о чем? В том, что товарищи родители. Самоизоляция, это не значит, что вы должны сидеть и баклушу бить, вы также должны работать. Вот один предприниматель нашему телеканалу в интервью как раз и рассказывал, что нужно работать вдвойне еще. Самоизоляция, это когда папа или мама ровно так же изымается из семейной жизни, то есть у него с 9 утра рабочий день. И у родителей может вопрос, а когда мне аппликацией заниматься, когда я вынужден... Вы знаете, грамотный и ответственный родитель, я считаю, что найдет для своего ребенка время всегда. Вот услышал бы и работодатель ваши слова, и вот он ответственный, он себя считает и грамотным, что оказывается... И 3 минуты для ребенка или 5, я думаю, что это вполне посильно для каждого родителя, даже очень занятого. Как сказать, как сказать, занятый себя в этот раз, да и как аппликацию за 5 минут, конечно, можно к примеру. Хорошо. Дальше. В каком режиме вы и дальше собираетесь, да, функционировать? Ну, пока такая, скажем так, ситуация, но и в дальнейшем, когда уже можно будет выходить в детский сад, я думаю, что я оставлю эту группу для того, чтобы оставить ее для детей, которые не посещают детский сад в должном объеме, часто болеющих деток или те, которые находятся у меня на кратковременном пребывании. Опять-таки, вот я спрашиваю, Екатерина Андреевна, и у вас тоже коллеги-то обращаются за опытом? Коллеги, конечно. Ну, что расскажите? Ну, вы имеете в Тверской области или вообще через Инстаграм? Если вам позвонили из Виннипега или там, не знаю, из Рио-де-Жанейро, это будет вообще супер. Ну, хотя бы потянули. Мы общаемся, вот, допустим, с методистом из Архангельска. Ага, даже так вот. Да, с воспитателем года 2018 всей России, как бы, вот, Анастасия Ивановна Шимко. Я беру у нее консультации, как они работают в Москве. И вот, допустим, вот эту группу в Вайбере новую, я именно по ее совету создала и написала все правила. Так что, как бы... То есть, вам посоветовали изначально идея, как была не ваша, да, так изначально? Вы знаете... Вы знали, что в Москве это применяется? Как сказать, вот эти условия нам даны, чтобы проявить себя как-то креативно. Мысли были, но как это оформить все? И очень хорошо, что есть вот такое активное педагогическое сообщество, которое не только ворует где-то идеи там или что-то, а оно, наоборот, именно помогает тебе создать и работать в новых условиях. Вы по Твери-то одна такая или как? Вот, насколько понимаю, Екатерина Андреевна, одна по болотам лазит, потом микроскоп, там вот такая. Скажем так, у меня много тверских подписчиков, моих педагогов. Коллеги, да. Да, мои коллеги. Но вот уже насколько они используют мой опыт, это, наверное, надо у них спросить. А это можно спросить Наталья Владимировна. Наталья Владимировна, используют опыт Вашей тезки? Я думаю, что воспитатели дошкольных наших образовательных учреждений очень творческие. Очень творческие. Но, тем не менее, у Вас факты есть? Конечно. Конечно. В других садах вот так же креативно подходят, используя современные соцсети? Без исключения в каждом саду есть такие практики. Ими делятся. У меня ребенок ходит с садой, пока я про такие практики не слышал. Может, просто и не слышал, конечно. Может, начнутся практики после сегодняшнего эфира такие. Пускай Ваши воспитатели подпишутся на меня. Может быть, какие-то идеи. Ну да, если люди, может, не уверены, не знают, с чего начать, вы можете подсказывать Вашим коллегам? Конечно. Просто, Вы знаете, в чем здесь трудность? Это очень психологически трудно выйти в онлайн. Кому? Педагогу? Педагогу, да. Показать себя в другой форме, в другой одежде, показать свою квартиру. Это другой абсолютно формат. И психологически это иногда некомфортно. Вот, допустим, я знаю по себе ситуация наша. Я придумала, да, вот эту группу, но вот моя напарница, прежде чем записать вот эту пальчиковую гимнастику, говорит, я в 4 утра проснулась, я вся краснею, бледнею, и это то, что она выдала какой результат детям, это было уже с 10-й или с 15-й записи, скажем так. Поэтому мы не профессиональные актеры, мы не блогеры. В принципе, это выступление перед аудиторией. Какая раньше, у Вас еще живая аудитория по жизни, совсем живая, от которой нельзя отключиться от этих детей. Вот они в группе перед Вами сидят. Когда они смотрят на тебя своими глазками, и ты для них авторитет, а когда на тебя смотрят все тысячи твоих подписчиков, и вообще, возможно, вся страна тебя оценивает, это немножко другое. Поэтому мы все учимся. Психологический барьер, он есть, извините. Прислось краснеть, бледнеть? Ну, первый раз всегда сложно. Как вот у Вас, да, первый раз? Что-то новое, когда приобретаешь или пытаешься сделать, оно всегда сложно психологически, в первую очередь. Да, мне тоже было неловко, что я могу показать часть своей квартиры, что это могут увидеть абсолютно все, да, любой мой ученик, родитель, там, мои коллеги, учителя. Что, что такое в квартире, что мог такое? Ну, просто... Секундная квартира, в Молочном переулке нет, наверное, научная квартира. Как сказал мой научный руководитель, это как будто все вместе пришли к тебе в гости. Сразу, да, сто человек пришло к тебе в гости, и все смотрят. Но ничего, потом привыкаешь. А где проводишь уроки? На кухне или в зале? В комнате. В комнате, да. Я так приноровилась ставить ноутбук так, чтобы было видно только стену. И, соответственно, детей ничто не отвлекало. А вы на него учебные пособия повесите, там, в строении фузы и туфельки, будет вообще логично. А вы где проводите? Ну, вот в скульптурную зарядку, где, скажем так, в большой комнате, где больше места. Опять же, неактивная стена абсолютно. А вы, то есть, именно зарядку, то есть? Зарядку, конечно. Опять же, приглашаю вас ко мне в подписчики, посмотрите. Спасибо, обязательно. Мне прямо интересно стало. То есть, у вас это именно зарядка, не теория эфира? Нет, конечно. У нас все практика. Роман Владимирович, а вам как с психологической точки зрения? Просто вы так легко, уверенно, вчера рассказывали, что я так решил, вам вообще никаких проблем не было. Или тоже первый урок? Нет, я, скажем так, одно время работал в онлайн-школе. То есть, у меня этот опыт есть, и я его применил при реализации этого проекта, то есть, в части, значит, организации образовательного процесса. Более того, я еще не сказал, что наша система, она уникальна тем, что ядро ее находится у нашей школы, но все педагоги могут работать с ним удаленно. Ну, натурный улайн. Скажите, а вообще, вот что важнее, ну, для каких предметов возможно такая именно видео преподавание гуманитарных или точных наук? А вы знаете, все предметы в этом плане равны. Я вам могу сказать, что ребенок усваивает знания у человека, с которым у него есть эмоциональная связь. Я предлагал своим детям периодически смотреть ролики. Может быть, даже людей, которые, скажем так, академически более подкованы, чем я. Ну, то есть, в таком глобальном смысле имеют больше регалий. И они не очень хотят их смотреть. Не потому что я такой клевый, а потому что они ко мне привыкли, они меня понимают. Я свой, да. И они меня слушают, они понимают все, что я им говорю. Так же и по всем предметам. Когда с ними общается их учитель, для них это принципиально важно. И они эту информацию воспринимают. Когда они смотрят какого-то чужого дядю и тетю, им неинтересно просто. А диктанты проводятся по-русскому, к примеру? Вы знаете... Раз у вас так видео возможно, по идее, все, диктуй и вперед. Вы знаете, у нас можно реализовать огромное количество моделей обучения. Сейчас педагоги у нас осваивают эту платформу. Хочу выразить им огромную благодарность за терпение. Им приходится сейчас очень сложно. Вообще всем педагогам у нас в стране сейчас приходится очень сложно. И вот низкий им себе поклон. По времени освоения, по, скажем так, уровню освоения, мы будем открывать все новые и новые возможности этой платформы и реализовывать обучение на более высоком уровне. А у нас сейчас откроется платформа рекламы на 3 минуты, после которой мы подведем итоги программы. Не переключайтесь. Итак, снова программа «Тема дня». Прямой эфир мы говорим о дистанционном обучении. И вот под конец программы мне хочется спросить ваше мнение. Слышали, наверное, что федеральный Минпросвет такое мнение высказал, что пожелания в регионах могут даже учебный сезон закончить сейчас. Что вы думаете по этому поводу? Вот, Наталья Владимировна, вы как начальник и непосредственная педагогия. Ваше мнение? Есть такие мысли, и в разных регионах на это сообщение реагируют по-разному. Конечно. И, наверное, это правильно. Мы, наверное, не будем говорить, что будет через неделю, через две. Мы сейчас говорим с вами в рамках тех реалей, которые есть совершенно верно. Как будет развиваться сценарий? Если вы поймёте, что улучшений нет, вот сегодня слышали, за последние сутки 44 ещё диагностировали и так далее. То есть вот проходит неделя, и вы видите, улучшений нет. Когда вот возможно принять такое решение, грубо говоря, вот когда там под конец апреля вы так решите, всё, ладно, и так месяц остался, всё? По ситуации будет приниматься решение. То, что мы сейчас находимся на дистанционном обучении, это правильно. Это правильно. Наша задача закончить учебный год. Полноценно выйти на летние каникулы. И выпускникам, соответственно, сдать государственную дроповую аттестацию. В выпускнике, это понятно, мы не будем их трогать, это совершенно другая епархия. Мы говорим об средней классе, начальной и детские сады. Роман, Владимир, вы что думаете? Я не могу сейчас ничего прогнозировать. Единственное, о чём я хочу сказать, что если будет потребность со стороны города и всех остальных школ, то мы, наша рабочая группа, готовы оперативно развернуть нашу платформу и на остальные образовательные учреждения. Ксения Андреевна, просто всё-таки многие ваши коллеги говорят, всё равно, ну не у всех, в конце концов, такие замечают возможности есть. Качество обучения упало и упадёт. Вот из-за того, что дистанционно всё равно не заменит полноценного урока 45 минут. Что вы думаете? Ну, в данном случае я скажу так, что всегда можно нагнать, когда мы вернёмся к нашей ситуации нормальной, нормализируется. И всё равно первые месяцы, сентябрь-октябрь, это обычно повторение предыдущего, ну, пройденного материала. Вот есть такая мысль, что сейчас закончим пораньше, а в августе выйти. Как вы думаете, это здравая мысль? Это не мне решать. Лично ваше мнение. Решать, да, решать будет начальство. А лично ваше мнение? Моё мнение, это если возможно продолжать дистанционное образование, лучше продолжать дистанционное образование. Вы считаете, что качество упало? Что всё равно это не полноценный урока? Пока рано судить, прошла неделя. Пока рано судить. И может быть в перспективе и будут какие-то результаты более очевидные. Сейчас я не могу сказать, прям точно упало или точно не упало. Это невозможно за неделю оценить. А как вы знаете, проверяете, оценки ставите? Я отдаю домашние задания на повторение, вопросы к параграфу, сообщения дети пишут. А как проверять, что он сам выучил анимом из-за него? Ну тут, во-первых, есть элемент доверия к родителям. Вы же сами в школе учились. Я никогда не списывала. И надеюсь, что мои ученики я списываю. Вы уникальный человек, никогда не списывал, вот это да. И с другой стороны, есть ещё задание, где видно, помогали или не помогали. Потому что всё-таки уровень знания ребёнка и уровень знания его родителей, он очень сильно разнится. И если начинает помогать мама или папа, это сразу видно. Тем более в пятом или шестом классе. Понятно. Буквально у нас 40 секунд. 40 секунд, и я их использую для того, чтобы поблагодарить наших педагогов, администрации школ за их работу, которую они сейчас ведут. Работу ведут непростую. Нужно действительно вовлечь, заинтересовать, замотивировать наших ребят учиться в другом формате. И им это удаётся. Вы увидите сейчас во время эфира интересный опыт, интересные практики. Спасибо вам, дорогие коллеги, что вы делаете такую непростую работу. Делаете зачастую её впервые. И мы справимся только вместе. Я ещё раз повторяю, спасибо родителям, спасибо ребятам, которые перестанут. У нас эфир подошёл к концу. Дорогие телезрители, мы сегодня говорили о дистанционном учении. Первая неделя. Как оно проходит в областном центре. Спасибо, что смотрели. Крепкого вам желаю здоровья. Традиционно в нынешние дни. Существует чего-то другого пожелать. Ну и всё-таки следить за вашими детьми, чтобы они учились. Потому что на учёбу совсем нельзя не обращать внимания. Это важный момент. До свидания. Всем крепкого здоровья. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.